ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас, между прочим, камера, змея, вот так. Ну, я как раз. Як записатися до лікаря через интернет? А еще как заработать на врачах? Мы об этом тоже с вами прямо сейчас и поговорим. Сергій Казанцев. Сеопроекту.Док.Юей. Це український онлайн-сервіс безкоштовного пошуку лікарів. Після вибору медика команда проекту сама звяжется с користувачем, запише на прием, нагадає про час візиту і поцікавиться враженнями вже після візиту до клініки. Сергій, привет тебе. Привет. Ну, в целом, это очень серьезная тема. Если вы откинули все анекдоты, которые связаны с лекарями, то можно действительно чувствовать себя серьезно. Да, да. Все, вот сделали серьезное. И еще до додатка. Ты сам часто ходишь к лекарям? Хочу сказать, почему? Ну, к врачу ходят, когда есть потребность. Ну, слухай, потрібно ходити хоча б раз на піврок. Профилактические, да. Програти очі, там, ну, такие. Действительно, правильно вы говорите, профилактические врача обязательно нужно посещать, даже, возьмем, далеко не ходя, стоматологу. Да. Есть случаи, когда у человека есть какая-то проблема, и ему нужно подобрать специалиста, грамотного, квалифицированного специалиста, который его устроит, и который определит его проблему и назначит курс лечения. И вот для этого и создан сервис Док.юа. Он создан для того, чтобы упростить пользователя возможность найти врача. Когда есть вопрос, связанный с посещением врача, как мы поступаем. Не знаю, может быть, вы так же поступаете. Как раньше, до Док.юа поступали. Есть два варианта. Есть первый вариант. Это... Звонить родным, близким, друзьям. Обратиться за рекомендацией. Обратиться к знакомым, близким, коллегам, бизнес-коллегам, неважно. Но есть случаи какие-то щепетильные, деликатные. Есть случаи, когда вы не знаете или ваши близкие не рекомендуют, не могут порекомендовать кого-то. Тогда что вы делаете? И я так же поступал. Заходите на сайты, смотрите врачей, читаете форумы, ознакомляетесь с отзывами. Но вы не можете доверять этим отзывам. То есть вы не знаете, кто их пишет. Да. Может быть, это заказная какой-то отзыв по врачам. Да, да, правильно. И по существу, вот из такой потребности и возникла идея создать онлайн-сервис, на котором будет размещена информация о всех врачах и клиниках, которая позволит максимально быстро, удобно подобрать себе нужного специалиста и записаться к нему на прием. Как ты лично заключаешься и проекты, какие единственные навязывают свою концепцию, своих лекарей, какие, возможно, найти совсем не профессионалы. Просто хотят заработать, да? Ну так. В чем такая уникальность сервиса ДОК? В том, что основной ценностью для сервиса, и это идеологически было, является пациент, клиент. Тот, который нам звонит. Партнеры, да, у нас с каждым партнером подписаны договора. Это частные клиники. Это не государственные клиники, которые дорожат своей репутацией, у которого есть тоже сформированный свой бренд, которые занимаются ассистансом в отношении пациентов, как и мы. Единственный момент, что они локализованы. То есть, если вы хотите в клинику посетить стоматологи возле дома, вы это можете сделать. Но если вы хотите посетить клинику возле, например, работы, которая не находится возле дома, если вы уехали к друзьям, скажем, Харьков, Днепропетровск, и вы не знаете, где найти специалиста, как записаться. Вот для этого нужен ДОК, для этого нужен агрегат. И сейчас делятся нас глядачи такие, да это же приватные клиники, да там цены, ого-го, там у десятка разей больше. Это миф, это миф, я могу сказать и на своем примере. Средний чек, средний чек, что в госклинике все частные клиники одинаковые. Но частная клиника – это соответствующий уровень сервиса, обслуживание, ответственность. А вот как, ну, сама людина, яка заходит, пациент, або, ну, взагалі, користувача этого сайта, он может ставить баллы лекарям? Тобто, как это работает? Человек, когда испытывает какую-то потребность, у него есть проблема, он начинает ознакомливаться, у нас контентный проект, можно почитать по заболеванию, можно посетить различные страницы, как врачи, клиники и так далее, и так далее. То есть он лазит по сайту, он читает, он ознакомливается, и потом он звонит в колл-центр или оставляет заявку, я хочу к Иванову Ивановичу терапевту. Это тот случай, когда мы его записываем сразу. Бывают люди заняты, они не знают, даже не знают, какая у них проблема. У меня болит живот, подскажите, кому мне обратиться? Естественно, это может быть либо терапевт, либо хирург, потому что первое, периодичное будет в любой клинике подозрение на педицин. Вот для этого есть наш колл-центр. Операторы колл-центра – это люди с медицинским образованием, обязательно. И они помогают людям определиться. Исходя из потребностей человека, потребностей могут быть разными. Сергей, ровно за 60 минут мы снова будем портаться в студию и спросить тебе, на чем будет заработать в будущем сайт, при этом, че працюет колл-центр целодобово, и много других, не менее интересных и интересных вопросов. А просто сейчас хочу напомнить, что мы будем еще исследовать именно в этой программе интересную такую тваринку, а именно змеюкую камеру. А еще мы должны сказать нечто важное вам. Розшукуются перспективные стартапы. Беру участь у Идеи Икс. Не региструйся на Идеи Икс Нескафе.com.ua и позмагайся за 100 тысяч гривен стартового капитала для своего проекта от Нескафе 3 в 1. И ровно через час мы поднимаем достаточно важную тему и продолжаем говорить о нашем важном здоровье. И дальше также можно ли заработать на медицине и на стартапе медицинском, и вообще как не допустить ошибку с выбором врача. Все это даже больше ровно через час. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова